Именно первый крик, контакт, собственно, новой живой души с внешним миром, с праной, является моментом рождения. После рождения первое, что нужно делать, так сказано в классических текстах, сушрута-самхита, вы помните, что есть три классических текста основных, чарака-самхита, сушрута-самхита и аштанга-хридая-самхита. Чарака-самхита условно, условно, это терапия, так чтобы понятно было. А сушрута-самхита, наоборот, условно, это хирургия. И поэтому именно родовая деятельность и какие-то действия рассмотрены как оперативная гинекология. И в сушруте-самхите есть просто полное описание, как нужно ухаживать за ребенком после рождения. После рождения, до того, как будет еще перерезана пуповина, делается очищающий массаж, прежде всего, дыхательных путей. Для того, чтобы право свободно проникало в тело ребенка и поддерживало жизнь. То есть перерезывание пуповины – это не главное. И только когда будут удалены остатки плотного пузыря, на голову накладывается марлевая повязочка или тампончик, смоченный кунжутным маслом, так чтобы оно не попадало в глаза, в нос и рот. И пуповину еще не перерезают. И затем, после удаления плотного пузыря, начинают очищать тело ребенка специальной процедурой. Бралась мука очень-очень тонкого помола, смешивалась с водой, то есть делалось такое тесто. Добавлялось несколько капелек миндального масла. Обращаю ваше внимание, что миндаль по своей природе горячий. И поэтому миндальное масло горячее. Это также является сильным антиоксидантом. Конечно, кунжутное более сильно. Но для тела у сушруты указывается, что использовалось миндальное масло. И этим шариком выкатывали тело. Не рукой очищали, а шариком. Ну и тем более не резиновой перчаткой, как это сейчас делается. А мука из-за всякой рукой? Пшеничная, мука. Очень. Максимально тонкого помола. И несколько капель миндального масла. Это, конечно, тесто, как вы, женщины, понимаете, придает гладкость на воде. И плюс миндальное масло. И выкатывает. Масло, конечно, липнет. И все тонкие остатки плодного пузыря убираются. Но что самое интересное еще, указывается, что оволосение лица, так бывает, там, ушки, шеи, открытые части тела. Этот шарик забирает эти волосочки. Особенно это, конечно, важно для женщин, когда на лице какая-то лишняя растительность. Девочки комплексуют, женщины комплексуют. Для мужчин, для мальчиков это не так страшно. Но вот даже такая процедура, направленная и взглядом на будущую жизнь ребенка. После того, как тело обтерли, и перед тем, как очистить другие части тела, ребенку не перерезают пуповину. И только там, через спустя какое-то время, перерезают пуповину. Почему так делают? Потому что считается, что еще даже после рождения пуповина играет большую роль в жизни ребенка. Все энергетические каналы так или иначе завязаны на пуповине. Но считается так, что эта энергия должна совершить свою роль, оставшись в теле этого ребенка. И только спустя, после того, как очищены жизненно важные пути и кожа, ребенка перерезается пуповина на расстоянии примерно 8 пальцев. Так написано в усушубе. Вот если это 4 пальца, то 8. Вот такое расстояние. Затем пуповина подвязывается этой ниточкой, перебрасывается через шею, чтобы она вверху так торчала. Это для того, чтобы иссечение не давало, естественным образом кровь не вытекала. И иссякается эта пуповина выше перевязанного места простой ниткой. Только на седьмой день после рождения уже делается настоящий массаж. А до седьмого дня делается этим шариком. Нанесение масла на тело ребенка – это очень сильная, прежде всего, иммунизирующая процедура. Мы в прошлый раз говорили немного о прививках. И там кто в фейсбуке читал мой пост по поводу прививок. Может кто-то не согласен, может кто-то согласен. Я высказал мнение аюрведы при современных условиях. Мне кто-то написал в фейсбуке, вы можете сказать, какой состав вакцины. Конечно, я не могу сказать. Я думаю, что вряд ли кто это скажет. Только производитель может сказать. И если там даже используются какие-то химические компоненты или недопустимые, например, в рационе вегетарианцев компоненты… Абортированные тела тоже не могут на привонах и институте… Но мы смотрим на ту цель, которую мы преследуем. И поэтому, если человек сам, родители сами решили, что мы не будем вакцинировать и все в воле Бога, тогда они не вправе вообще дискуссию эту открывать. Они приняли такое решение. Зачем дальше говорить? Потому что их ничем не убедишь. Так мы тогда должны исключить, если быть последовательным, мы должны тогда исключить из жизни все, где есть химические компоненты. Даже ткани, которые окрашиваются химическими красками. Ну и вот это тоже нельзя держать в руках, потому что это пластмасса. Тогда надо холодильники выбросить из дому и кондиционеры. Может, у кого-то их и нет. Если бы мы жили в времена Сатия-Юги, этого диспута просто бы не было бы. Но мы живем в Кали-Югу. Время невежества. Когда материальные болезни сплошь и рядом посещают наши тела. Простите, а можно Ваше мнение по поводу времени? Просто первый раз? Да, нет или по усмотрению? Как Вы считаете? Есть много же всяких вакцин и всяких заболеваний. Лить мотив должен быть такой. Те заболевания, которые дают практически 100% инвалидность и смертность, нужно прививать. Столкнять девчонки? Конечно. Полиомиелит, туберкулез. Вот это основные. А если ребенок заболеет корью? Да, это детская болезнь. Тяжело, да. И так же точно, допустим, той же бедрянкой, и так же точно гриппом. Например, мы как к гриппу относимся? Это тяжелое заболевание. Настоящий грипп – это выраженная интоксикация, кровоизлияние. Это тяжелое заболевание. Но прививание грипп, я, например, скажу, никому не рекомендую. А те заболевания, которые дают 100% либо инвалидность, либо смертность, конечно, нужно прививать. Так как на сегодняшний день более эффективного способа борьбы с этими инфекциями нет. И те детки, которые умерли от кори, я тоже об этом упоминал, в этом году, ну и в прошлом году, мы до конца не можем быть уверены, что там именно болезнь была главным фактором. Мы не знаем, с каких семей эти дети. Мы не знаем, как обратились это, вовремя или не вовремя, или тогда, когда уже ребенок умирал от инфекции. Но если ребенок умирает от пневмонии, а рядом от кори, разве того жальче, а того не жалко? Это смерть. Конечно, жалко этих детей. Но сказать, что при этом вакцинация в этом виновата, мы не можем. И Ольга Богомолец, знаете, такая есть, известный человек в Киеве, она также пишет в своих постах и выступления, говорит, что если придет вместо кори какое-либо другое заболевание, например, дифтерия, то смертей будет не шесть. А так, по самым скромным подсчетам, 50%. Это так. Но прививка не спасает от дифтерии, она от токсинов. Никогда прививка не дает полной гарантии. Очень зависит от состояния макроорганизма ребенка. Если у ребенка иммунная система сбалансирована и дает хороший иммунный ответ, тогда у нас есть возможность дать хороший иммунитет этому ребенку, и есть надежда, что ребенок не заболеет. Но никогда, 100% никто не может дать гарантии. А так рассуждать, как некоторые говорят, что в вакцинах есть такие компоненты, которые недопустимы, и это будет влиять плохо и на умственное развитие и так далее, тогда давайте вот на людей старшего периода посмотрим и на меня посмотрите. Мы все привиты, мы хотели, не хотели, нас в охапку и прививали. Да, вы думаете, не было смертей в советские годы? Были, но не было интернета. Не было интернета. Где-то в Тюмени погибли дети? Ну, погибли. Кто знает об этом? Не знает. Потом, советская статистика всегда, она вся статистика врет, но советская статистика особенно врет. Ребенок погибает от кори, ну, напишут, вирусная инфекция или грипп. Все. Вы же не можете это доказать. Поэтому не все так просто. Я, конечно, понимаю тех родителей, которые обожглись и навредили своим детям вакцинацией, прежде всего, некачественными вакцинами. Но не сам метод вакцинации в этом виноват. А государство, которое не может обеспечить достойно своих граждан. Надо учитывать три важнейших фактора при вакцинации. Прежде всего, ребенок должен быть здоров. Прежде всего. И не два дня. Минимум две недели, от двух недель до месяца. Самый лучший сок. Почему так? Когда-то мне довелось слушать лекцию академика Воронцова. Был такой в советские годы в Петербурге академик, который читал эту лекцию в закрытом кругу. Без камер. И он сказал, что любая болезнь выводит иммунную систему как маятник в дисбаланс минимум на месяц. И, по-моему, он даже говорил два месяца. Это полностью соответствует тому, как рассматривает аюрведа любое заболевание и его влияние на здоровье детей. Поэтому, когда в инструкции написано, что можно прививать больного ребенка, вы просто не должны этому верить. Поэтому надо, чтобы ребенок был здоров. Это первое условие. Второе условие – это правильно выбранное время. То есть, календарь прививок. И если вы думаете, что он с неба упал, то вы глубоко ошибаетесь. Его составляли умные люди, преданные своему делу люди, иммунологи, микробиологи. То есть, это не просто так. Он все время немножко видоизменяется. С моей практики и детства до сегодняшних дней. Ну и третье, конечно, то, что вначале я сказал. Нужно выбирать те инфекции, которые дают вот такие неприятные осложнения. Да? Смотрите. Я ребенку делала, в принципе, все вакцины. Реакция на всю вакцинацию была нормальная. Единственное, прививка, которая меня смутила, я очень испугалась. Это КПК. Вот, колька всему хапаратит. А у ребенка на девятый день, причем прививку делали, ну, полностью здоровому ребенку. За три недели до этого мы ничем не поверили. У него была страшная высокая температура. Ее обсыпало. То есть, она горела. Ну, практически, ну, тяжело очень было сбыть температуру. И на что мне потом доктор наш сказал, что, ну, это нормальная реакция. Вот, у ребенка просто три дня колбасила, прям как при гриппе, только еще была сыпь мелкая, красная, красноватая. То есть, это нормальная такая реакция? Что-то было не так. Я думаю, что я больше согласен с педиатром вашим. Он может не до конца, может глубину поднимать этого процесса. Но вы, если вы интересуетесь ее введой, вы должны знать, что ответ иммунной системы на вакцинацию всегда есть. Он может быть минимально выраженным. У ребенка просто плохое настроение, он там грустный. Или он может бурно выражаться этот ответ в виде лихорадки, интоксикации, кровоизлияния. Ну, сыпь, допустим. Почему так? Потому что иммунная система управляется двумя разделами, двумя законами айурведическими. Питой и кавхой. Кавха отвечает за тканевой иммунитет. То есть, по-простому, за чистоту ткани. И, соответственно, чистые ткани могут свободно разрешать огню циркулировать в тканях. То есть, по-простому, нет шлаков. Это тканевой иммунитет. А пита отвечает за так называемый метаболический иммунитет, с которым связано все, с огнем. От переваривания пищи до метаболических процессов в тех же тканях. Ну и то, что вы рассказываете, это, конечно, реакция питы. Температуру может повысить только огонь. Кожа управляется огнем. Поэтому, если у ребенка он просто горит, и кожа красная. Это тоже пита. А если там высыпание, тем более пита. Можно так сказать, для понимания, что это была микроболезнь. И она может зависеть не только от самой вакцины, а прежде всего от состояния макроорганизма. Если с этой вакцины привили, с ампулки привили еще кого-то, если можно было проследить, второй ребенок мог вообще никак не прореагировать на это. Но в любом случае это лучше, чем, ну, в определенном смысле лучше, чем вообще нет никакой реакции. То есть какая-то реакция все равно должна быть, и это признак того, что эта вакцина, так скажем, достигла цели. А подскажите, если вообще нет, вот, привода ребенку, сколько делал ревакции, вообще не было никогда никакой реакции, никакой. А они не работают, значит, не принялись? Ну, нельзя так сказать, не работают. Посмотрите, когда ваш ребенок, или там, о ком вы говорите, будет контактировать, допустим, с краснушными ребенком и не заболеет, значит, она сработала. А если заболеет, значит, не сработала. В любом случае, КПК, о котором вы говорите, это не так, не те заболевания, которые просто надо обязательно. Корь, паратит и краснуха, особенно краснуха, это очень легкие вирусные экзантемы, которые дети все болеют. Скажите, кто болел как краснуха? Я думаю, что вот старшие все болеют. Иначе, вы можете просто не помнить, ваши родители могут не принять это как краснуха, а просто как вирусная инфекция. Что краснуха дает такую цель, почти ее не забыли. Корь там сильнее. Ветрянка, понятно, специфическая. Паратит, ну да, надувает. А клинковозлы тоже, бывает, увеличиваются. И что там еще? Краснуха, паратит? Корь. Корь самая тяжелая среди них. Ну и тем не менее, это не смертельная инфекция. И она дает стопроцентный иммунитет. Если бы вы не болели, то я очень сомневаюсь, что вы там нигде не контактировали с такими больными. В троллейбусе, где-нибудь в метро. Если бы вы не болели, вы бы заболели взрослыми, будучи взрослыми. Это сплошь и рядом, когда взрослые заболевают, которые в детстве чудом проскочили. Не заболели. А если ребенок в детстве переболел, это стопроцентная иммунная ответ после болезни. И второй раз не болеют этими формами. А от гепатита? Сейчас. Я хотела спросить, если от двух недель до одного месяца, то как быть с прививкой в первый день рождения, и третий, это гепатит или сожжение? Ваш ребенок здоров. Он рождается здоровым. Если вы не с температурой были за две недели, за месяц до рода, и ваш ребенок здоров. Ну и на первом году жизни детские инфекции практически не бывают у детей. Потому что родители, как правило, переболевают и дают стопроцентный иммунитет. Где-то к году он утрачивает, то есть иммунитет мамы утрачивается, и тогда ребенок более вероятно заболеет. Поэтому там шестимесячные, семимесячные дети могут контактировать случайно с инфекционными больными и не заболевать. Если мама болела этой инфекцией. А к году мама, мама на защиту ослабевает, и тогда ребенок может заболеть. То есть лучше делать это прививку в первый день? Конечно. В БЦЖ это диагностическая прививка, которая выявляет ослабленные вот эти палочки КОХа, которые выявляют предрасположенность или тубинфицирование называется. Это вот то, что нужно делать. Гепатит, ну так я вам скажу, 50-50, но как бы на мой взгляд лучше делать, потому что сейчас очень много гепатитов. Очень много, даже в развитых странах. Например, в Италии, в Южной Италии, примерно 20% населения инфицированы гепатитом С, который не дает клинических проявлений, называется тихим убийцей, печень потихонечку съедает вирус, а клиники нет. И в Украине таких тоже много. У нас в Днепре делали, я был этому свидетель, там у нас есть такая Европейская площадь, и выехал какой-то день, там выходной автобус, бесплатные были исследования на гипотексе, потом на городском сайте, там или где-то в новостях, я слышал такое, что исследовали они там более, по-моему, 300 человек, и, по-моему, 27 выявлен гепатит. Люди, которые тут гуляли, ели мороженое, мужчины пили пиво, без всяких подозрений. А примерно 10% от 300, ну там 27. Так что гепатит, это тоже такая инфекция. Ну вот такой краснуха, паратит, грипп, это то, что, на мой взгляд, не обязательно при вакцинации. Ну хорошо, давайте продолжим. Мы еще вернемся, я предлагаю вам, когда я немножко сейчас теорию закончу, я предлагаю так сделать. Я хотел говорить о болезнях самых вероятных, например, заболевания желудочно-кишечного тракта, галхолёвочной системы, иммунной системы, но я думаю, все равно будет много вопросов, и они будут касаться этих заболеваний. Поэтому мы сделаем такой вопрос-ответ. Поэтому заранее подумайте, у кого какой вопрос возникнет, и мы их разберем. Хорошо. И вот, когда родился ребенок, мама, естественно, должна сама восстановиться, и у нее должно хватать сил для того, чтобы ухаживать за ребенком. Очень важна помощь семьи. Даже в небогатые семьи Индии приглашают на время оскармливания ребенка в дом-помощницу. Она не называется служанкой, это может быть подруга, или просто специально обученная женщина, которая помогает в уходе за ребенком, для того, чтобы прежде всего восстановилась женщина. Считается так, что апанавата, помните такой термин, это часть ваты, которая выводит из тела человека вниз отходы, ткал, мочу, кишечные газы, менструальную кровь, мужское семя, а также плод во время родовой деятельности. И поэтому вот эта апанавата, которая, собственно, отвечает за родовую деятельность, в момент прохождения плода по родовым путям испытывает самую большую нагрузку за всю жизнь женщин. Больше она не испытывает. Даже если у женщины жесткие запоры, там она посещает комнату отдельную раз в неделю, даже такой дисбаланс не так сильно увеличивает апанавату, как, собственно, родовая деятельность. И считается так, что в течение года вот эта вата находится потенциально в дисбалансе. если она к году не восстанавливается, то считается так, что женщина утрачивает часть своей силы. Навсегда. А кто у нас учит восстанавливать эту вату? Никто. А кто помнит, когда декретный отпуск был три месяца, а до этого вообще не было? Мы же это помним? Помним. И поэтому всякие доводы, когда говорят, вот раньше рожали в поле, там под скордой, дедину покормила, пуповину перегрызла зубами и пошла сырком дальше. Это полный бред. Ну, конечно, если с 10-ти один выживал, наверное, самый сильный, то, конечно, можно это принять. Вата должна восстанавливаться ежедневно и рутинно. И главные показатели для женщины, это прежде всего ежедневная свободная работа кишечника, как один из показателей работы Апановаты. И глубокий, своевременный, достаточно отдыхающий сон. Два показателя, которые обязательны для баланса этой Апановаты. А если ребенок уснул, как у нас это часто бывает, а мама вынуждена стирать, убирать, а там еще муж работает, надо деньги зарабатывать, потом он приходит, его надо накормить, то восстановить эту Апановату бывает очень сложно. А подчас невозможно. Поэтому, когда есть в доме помощник, конечно, это абсолютно нормально, это не признак, там, не знаю, кто как думает, что там женщина-белоручка, это прежде всего защита здоровья матери. И только здоровая женщина может полноценно заботиться о своем ребенке. А если у нее через год или через два опять наступает беременность, что часто и густо бывает, а она не восстановилась от первого, то этот дисбаланс Апановаты отразится и, собственно, на вынашивании второго ребенка, и на родах, и также точно на восстановлении после второй беременности. Поэтому восстановление Апановаты это обязательное условие, прежде всего, для поддержания здоровья самой женщины. независимо от сезона, независимо от природной данности, эта вата очень сильно увеличивается у всех женщин. Но, конечно, у худеньких, не очень крепких женщин, сухих женщин, эта вата просто шкалит. Женщины огненные, питистые, они быстрее восстанавливаются, потому что пита горячая, вата холодная. И вата согревает вату. Ну и, наконец, женщины крепкие, маслянистые, может быть, склонные к полноте, они еще быстрее восстанавливаются, потому что ваты у них мало изначально, а силы и маслянистости много. Здоровая женщина может прекрасно позаботиться о здоровье своего ребенка. Идеально, если ребенок первые полгода спит рядом с мамой, это обязательно, но не в одной кровати, потому что часто густо бывают всякие неприятности, когда просто ночью мама повернулась уставшая и просто задавила ребенка. Не надо, чтобы спала. И также точно кормить ребенка не следует лежа. Об этом правда говорит и современная медицина, и альюрведа. Но здесь есть очень глубокое пояснение. Когда ребенка кормят сидя, это помогает прежде всего отойти кишечным, желудочным газом, то есть отрыжка воздухом, поскольку сфинктер, выход из желудка это мышечное кольцо у деток очень слабое. Если кормят лежа, фильтр расслабляется, молочко вытекает из желудка, по пищеводу, попадает в носоглотку и здесь створаживается. И потом, как говорили в мое детство, козы. Всякие корочки, которые нарушают носовое дыхание. А носовое дыхание это главное дыхание. Ребенок начинает дышать через рот, не согревая воздух и не обеззараживая воздух ворсинками носовой полости. Вот это первый момент. Скажите, даже когда мама сидя корни, ребенок все равно лежит? Ну, надо так, чтобы голова была выше попы. Молос здесь сколько есть. Так как бы под углом. Но это же еще не все, я не закончил. а после да, и второй момент, это также создает давление на барабанную перепонку, если лежа. Тоже за счет затекания молока нос и ухо соединены через барабанную перепонку. И поэтому всякие неприятные там прострелы в ухе, он конечно не скажет этого. Плач какой-то резкий, он также может быть связан с этим. А когда ребенка кормят сидя, во-первых, голова выше, туловище. Но после того, как мама покормит, надо ребенка поносить солдатиком. Солдатиком ножки сюда, голову на плечо, животиком к себе. Для того, чтобы опять же ребенок отрыгнул воздух. Мышцы передней брюшной стенки очень слабые у ребенка, как и собственно вся структура тела. И когда мама прижимает к своей груди или к животу, во-первых, это тепло, во-вторых, она тоже дышит, это также массирует, и ребенок свободно отрыгивает воздух. Почему важно, чтобы ребенок спал рядом с мамой? Полгода это обязательно. Потому что на тонком уровне энергия матери и энергия ребенка это одно и то же. Ребенок знает, мама здесь. Это самое сильное лекарство для детей, когда ребенок знает, что мама здесь. Если даже ребенок гуляет во дворе, а мама дома, печет пирожки, он знает, мама здесь. Это значит, что в любую минуту мама готова прийти на помощь ребенку. А если мама пошла на работу в три месяца, а с ребенком няня, классная, опытная, вообще супер, самое лучшее воинство, никогда она не заменит маму. Энергии не хватает, и поэтому всякие болезни липнут, расстройство психики, ребенок может капризничать, плакать, и так далее, и так далее. Много, очень много примеров бы я мог вам привести, когда богатые женщины позволяют себе жить даже в другом городе, или даже в другой стране, а с мамой и детьми няней. бывает так, что и две няня одновременно. Так у меня был такой случай, когда мама говорила, что у меня старший сын, у него психическое расстройство. Когда я приезжаю, он мне прям с порога кричит, мама, я тебя готов убить, я тебя убью. Я говорю, ну а почему он так? Я ему привожу машины, я везу его, введу его в Макдональдс, там какие-то. Он мне говорит, я тебя убью, я тебя не нанежу. Я говорю, неужели вы не понимаете, почему так? Потому что не Макдональдс ему нужен, а вы. Я не могу, у меня бизнес, я там, тыры-пыры. Надо выбирать и не задавать тогда глубоких вопросов. Поэтому мама здесь это мощное лекарство. До двух лет ребенок также должен спать, уже может быть не рядом, но в одной комнате. И тогда ближе к двум с половиной, может к трем годам уже нужно его в самостоятельный путь отправлять. Его комната, его кровать, его столик, его игрушки, это все элементы самостоятельности и самодостаточности ребенка. И это очень важно. Наоборот, если затягивать с этим, и ребенок спит, например, с родителями в одной постели, самой шикарной, до 4-5 лет, чем дольше он будет спать, тем труднее будет перевести его в свою кровать, и тем труднее ему будет быть самостоятельным по жизни. Конечно, зависит это от конституции ребенка. Если сильная пика формируется, как правило, такого не бывает. Но вы же знаете и без меня сколько таких случаев, когда ребенок в 6 лет сам не может одеться или сам покушать. Я таких детей знаю, это просто печально. Мама у папы только к этому периоду 2,5-3 года наоборот только начинает укрепляться связь с ребенком. Он чувствует, что он жизнеспособен, он чувствует, что он может уже играть, а не только грудь сосать и спать. Это тоже идет из параллелей от животной жизни, например, в прайде львов. Я читал, что лев долго не подходит к потомству, буквально несколько месяцев может не подходить к потомству, пока не убедится, что они живут, то есть что они не издохли от этой слабости. А мама наоборот львица ухаживает с самого самого. Поэтому у мамы к 3 годам не то, что ослабляется, но заметно снижается вот эта взаимосвязь с ребенком на тонком уровне, а у отца наоборот она только начинает проявляться. В вопросе грудного скармливания также очень много поломали копьев. Современная медицина она потихонечку, потихонечку, хоть и неуклюже так начинает разворачиваться к знаниям природным. Я помню свои годы обучения на педиатрическом факультете, когда на 3 курсе мы начали изучать пропедептику детских болезней. Пропедептика это вступительный курс в детские болезни. И был такой затрепанный учебник академика тура и там такие всякие страсти описаны. И в это время как раз появились смеси малыш и малютка. Других не было. И современная медицина кричала во все оружие, что зачем там нам грудное скармливание, есть адаптированные смеси, вот там до 2 месяцев покормили, с 2 месяцев можно сдавать смеси. потом пришел период и сейчас еще он идет, когда наоборот другая крайность кормить хоть до совершеннолетия это только на пользу. В аюрведе есть четкое указание, что отлучение от груди должно быть совершено мамой около года. Даже 14 месяцев это хуже чем 12. 12 это самый оптимальный срок отлучения от груди. До 6 месяцев грудное молоко считается основным, его ничем нельзя заменить. И поэтому идеально, когда ребенок на грудном вскармливании до полугода. К этому времени уже прорезываются зубки и это все знаки природы, что ребенок нуждается в более твердой пище. Время между кормлениями также очень много раз изменялось. Когда я учился, было четко 3 часа, ни секунды меньше. Ребенок разрывается, мама сидит рядом, плачет. молоко из груди хлещет. Она смотрит на часы. В аюрведе есть четкое указание. Первый месяц ребенка кормят по требованию. По требованию это значит хоть и через полчаса. Ну так в практике не бывает. Ну это может быть час, а может полтора, а у кого-то может и два. Второй месяц по требованию, но все-таки стараются выдерживать тенденцию два часа. Третий месяц это уже два часа. И только если ребенок заболевает, например, это может изменяться, или там переезд, или какой-то стресс, или ну что-то необычное, там может учащаться питание, вскармливание грудной. И начиная где-то с четырех месяцев, это уже стараться до трех часов, но это не обязательно. Опять же это все зависит от будущей конституции ребенка. Как правило питистые дети, а пита отвечает за пищеварение, они наиболее требовательны. Им очень трудно выдержать эти сроки. Ваты и капхи менее требовательны. Но мы не говорим о сформированной конституции, мы можем это только предполагать по каким-то косвенным признакам. Какой папа, какая мама, как ребенок выглядит, как он проявляет бодрство, интересуется или он просто лежит, смотрит. Вы же знаете, как по-разному дети себя ведут. Обычно когда приходят дети, детей все интересует. Нужно взять и это, взять и это. А есть дети такие, у меня был такой ребенок вроде два с половиной, мама его посадила в кресло, девочка ее посадила и она вот так сидела. Сейчас она сидела и сканировала и все ни звука ничего. Она отсканировала и все и смотрит и смотрит. Конечно мы будем думать, да, тут капха сильная будет. Человек сильный, немножечко замедленный, а есть же просто не поймать его. И что мы говорим должны, это хорошо и это плохо. Будущая Конституция отражается на всем, в том числе и на требованиях недели. Но полгода это обязательное, желаемое условие для полноценного скармливания. Я специально вчера просмотрел взгляды современной медицины и они потихонечку подтягиваются. Ну и как пишут современные медики, мнения ученых разошлись. Одни говорят с четырех месяцев надо прикармливать, другие говорят с шести месяцев. Ну и в целом побеждают те, которые говорят, что с шести месяцев. Сначала надо дойти своим умом, вместо того, чтобы открыть классические тексты и почитать. Прорезывание зубов это знак природы для того, чтобы ребенку дать прикорм. и по прикорму никто вам не даст абсолютно таких индивидуальных, вернее, общих рекомендаций, которые бы подходили всем. Так, в классических текстах считается, что первый прикорм это должен быть отвар бобовых. Мунгдал. Ну, давайте вспомним, что все бобовые увеличивают вату. Мунгдал как раз меньше всего, а грубые бобовые это нут, бобы, фасоль очень сильно увеличивают вату. А один из таких моментов, который беспокоит и нарушает жизнь детей, это колики кишечные, вздутие, всякие проблемы с животиком. Они имеют и анатомическую подоплеку причину, и они имеют функциональную причину. Функциональная причина это прежде всего то, что пищеварительный огонь очень слабый у детей, физиологически слабый у детей. И поэтому переваривание тяжелой пищи, не своевременной пищи, не свежей пищи, вода плохая, для них затруднено, и неполное переваривание дает брожение, газообразование, урчание, колики. А так как брюшная стеночка слабая у детей, то они специально пукнуть не могут, не могут придать, поэтому, когда их после кормления носят, и так же хорошо, как бы такое тугое пеленание на область живота, допустим, ручки-ножки, рыхлое пеленание, здесь более плотно, это все помощь ребенку. Но есть и анатомическая особенность. И есть такая, ну, замечено так, что у девочек колики бывают реже и быстрее проходят, у мальчиков это может быть вплоть до шести месяцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова